Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня продолжаем тему и, конечно же, говорим о том, как стать разумным, радостным и счастливым. То есть, как исцелить душу и тело. Потому что, когда человек на самом деле чист душой, и тело у него становится совершенно другим. Поэтому я всегда начинаю с исцеления души. Ну, если, конечно, тело сильно зашлакованного, там накопилось много токсинов, то надо провести очистку тела. Очистка тела – это тоже очень важный этап. Здесь я предлагаю поменять питание, то есть кушать овощи, фрукты, зелень для очищения тела, попариться в сауне. Ну и, конечно же, легкие физические нагрузки в виде быстрой ходьбы или бега, приема витаминов, минералов для того, чтобы насытить тело полезными веществами. То есть, идет одновременно и очищение, и насыщение полезными веществами. Что в плане сознания? Если у человека засорено сознание, то он начинает притягивать в свою жизнь неприятные ощущения, эмоции. Это могут быть даже какие-то потери, это могут быть несчастные случаи. Почему это происходит? Вы замечали, что наверняка, что с некоторыми людьми несчастные случаи происходят гораздо чаще, чем с другими. Вот это и есть как раз вот эти негативные постулаты ума, они притягивают эти несчастные случаи жизни. И человек начинает просто потихоньку-потихоньку сходить с ума. То есть, он не понимает, что с ним происходит, он видит, что его состояние ухудшается. А врачи что рекомендуют? Попей лекарства, попей препараты. Если у человека ухудшилось еще состояние, вот тебе антидепрессанты и так далее. То есть, это по сути скатывание все дальше и дальше вниз, вниз, вниз. Я сам проходил через все это, поэтому я знаю не понаслышке, я знаю, как из этого выкарабкиваться, как улучшать свое состояние. Поэтому, конечно же, каждый человек может это сделать. Его сознание, оно может творить чудеса, может справиться с любой болезнью, с любым заболеванием. Для этого достаточно очистить ум от тех негативных постулатов, которые сковывают сознание, которые говорят, «Это невозможно, я не могу это сделать, это неправильно, это я плохой, я должен болеть». И находятся причины, обстоятельства, почему это должно происходить, почему я должен болеть. «Я буду болеть, чтобы показать, что вы не правы, что ты не прав». Или «Я буду болеть, чтобы привлечь внимание». То есть, приводятся какие-то доводы и оправдания. На самом деле, каждый из нас – это духовное существо, которое изначально целостное и здоровое. То есть, мы можем каждый обладать здоровым телом. И в том методе, который я предлагаю – процессинг, есть специальные процессы, которые помогают человеку, во-первых, избавиться от негативных переживаний, то есть, убрать тот негативный опыт, который у него накопился, и изменить его суждение о жизни, то есть, в сторону положительных. И все это происходит в результате вот этого процессинга. То есть, я провожу его как онлайн, так и очно с человеком. И, конечно же, помогаю человеку найти те вещи, которые в жизни у него идут неправильно, и исправить их. Это касается и болезней, и травм, и отношений, когда у человека отношения не такие, как ему бы хотелось, которые ухудшают его жизнь, а не улучшают. Вот тут мы все выправляем, и человек вновь чувствует гармонию и счастье. Поэтому, друзья, кому эта тема интересна, то пишите мне в личные сообщения, мои контакты будут как раз под этим видео. Я проведу бесплатную консультацию, где расскажу более подробно, как это можно исправить, улучшить именно в вашем случае. И дальше мы уже займемся процессингом, и будем исправлять это для того, чтобы состояние улучшалось, улучшалось, улучшалось. Все мои контакты под этим видео, и, конечно же, ставьте нравится, если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, колокольчик для напоминаний о новых видео, он внизу справа. И, конечно, поделитесь этим видео с друзьями, я думаю, что оно будет им тоже интересно. Вам счастья, гармонии, радости, осознанности, целостности. И до встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.